и мы начинаем проходить вторую главу метро лифт уедет дальше двинем хорошо они поднимаются на лифте вон там вас на той стороне ладно я первый ты за мной только тихо а то газ пустят ебать у них все и газ есть так 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 двинули ты главное на свет не показывайся темнота друг диверсанта помним 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 это продолжают что наверное проходить вторую голову метро лишь надежды ну-ка ну-ка решетка видно мало каши ел да тут не пройти ладно куда дальше то а что если братишка а ну-ка подсади а как воду то кстати этого челика давай наверх а сейчас представь что ты маленькая сука мышка пригнись и потихоньку теперь тихонечко двигаем вперед с такими клещами на портачь и всякого а так как хорошо пристрелим у тебя и людей сбережем не стрелять мы его не станет отомри спасибо господин офицер спасибо стрелять не экономно фюрер считает что уроды не заслуживает за мной делаем так ты правого я левого я своего отвлекаю тут ты снимаешь своего форштейн перштейн перштейн все работаем блять его спать и никак нельзя было там рычаг он лестницу опускает только сколько сможешь нам всем все равно конец не нихуя там в караулке пульт наверху ну чё тебе стоит ничего у тебя парень не получится только подохнем все из-за тебя по идее здесь нельзя чтобы они спалили выкрути лампочку блять них фюрер прям как при фашистской войне и чё он типа не кормить тебя еще ебать он минус 2 что летел хорошо открою не переживай что значит ты его отпустил ты что рехнулся его же оба шарфюров приказал в расход это же трибунал за сочувствие уродов не знаю я я смотрю на него и вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана сынишку своего ну и а тут еще этот торговец ганза продай говорит зверька чё его стрелять хорошей бабки говорит дам ну я и и что заплатил а то ты это послушай я готов поделиться мне одному много ты только обе шарфюреру не надо там 200 патронов дали половина моя понятно черного они продали блять это звучит как-то по российски но эта консультация факта хорошо ползем дальше настолько дрявые трубы блять прям фюрер как гитлер блять так понятно здесь лампочки просто не не гаснут здесь прям выкручивает он с анимацией так этот сюда не пойдете так понял обзиме . павел точно вот павел вот зовут мертвый ботанический сад всегда был гиблым безлюдным местом сталкеры начали обходить его задолго того как он черный прострелил черные построили там свой улей или город во всем мире только я один и хотел попасть в ботанический сад по своей воле но теперь там оказались сталкеры рейха эти поборники раз расовой чистоты почти никогда не вылезают за пределы своих станций в центре москвы что они забыли на дымящихся руинах ботанического сада и почему она не выручила меня дочь мельника ни за что не бросила бы товарища в беде что если она тоже они тоже схватили ее она грубиянка и пацанка и я и кажется совсем не нравлюсь но я беспокоюсь за нее давай лай он уже теперь по типу посмотреть и бать что с ним происходит так давайте на хардкоре проходим опана минус отлично давайте здесь на что есть а здесь просто тупик серьезно ну ты даешь парень как-то его опа она ничего нового вырубил теперь надо чтобы с той стороны нам шлюз открыли вон кнопка на стене это вызов жми жму он свет выключил тут скорее всего надо было ножом и сломать что-то хорошо пульт теперь самое веселье будет а вот держи часы у тебя что надо лампочка загорается когда тебя видит значит так дальше наверняка будет охрана но своих газом они травить не станут поэтому можно будет развернуться по полной гранату бы но ничего прорвемся ты иди низом а я сверху прикрою если что так по идее им же шлюх надо открыть чтоб они могли уйти так хорошо это у нас как ходит не вот интересно можно как-то заказать часы как у артема все супер идем дальше так окей я понял вижу его нужно вырубить сразу пока он в темноте так выкрутим эту лампочку сразу вырубаем а я думал он диктор типа опа на освободитель пленных давай я здесь уже пролази по шурику подскакали конечно побега с фашистской тюрьмы прошу под девизом враг моего врага и зовут этого друга павел он командир уничтоженный разведгруппы красная я никогда не питалась у вас симпатии к коммунистам но павел действовал как герой ну что опять все тьфу 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 и молодцом не зря тебя в рейнджера взяли опа на дневничок заметочка так рейх черный побывал тут в консерваторном лагере рейха но теперь его тут нету что ж надо идти по его следам задание которое мне дал мельник никогда никто не отменял я найду черного и потом решу что делать если тот фашист говорил правду и детенышу продали торговцы на ганзу он теперь может оказаться где угодно ганза кольцевая линия московского метро союз торговых станций на ней все еще действует регулярное сообщение хотя за грузовые и пассажирские караваны за день черный может оказаться на другом конце метро я его уже упустил не помню как черный избежал пыток и казни ведь если фашисты вешают людей только за то что у них неправильная форма черепа то такое создание как черный должно казаться им воплощением зла мне вот интересно была бы эта заметка если бы я не прослушал тот диалог возможно типа если ты прослушал диалог тогда заметки пишутся удача удача улыбнулась на нас наша разведка обнаружила настоящая эльдарада легендарный подземный комплекс Т-6 грандиозные склады которые ловятся от еды лекарств и оружия там хватит консервов чтобы лейх был сын сто лет там достаточно оружия чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценным что там еще? побег! что он потерей? перебили охрану и скрылись! так что вы тут делаете? найти немедленно! а нахуя стрелять то было? можно было потихоньку творить блядь по жопе больно Огонь не открывай! прыгай! прекратить огонь! прек... бля как же это фуена а ну руки урод! прорезай! ебать кувырок вот и ублюдок перегрелся давай на землю, на землю, сука! остаюсь, не стреляй, не остаюсь держись, Артем, еще щиток быстро догнать их твари, ворота поднимают вали! я их вижу! вон они! заводи, сука! остановите их! стой! вали! они умерли за то, что я им по ногам пострелял? или что это было? нам удалось невозможное теперь моя задача предупредить орден, что черный пропал это значит признаться, что задание провалено но теперь когда черный попал в метро в одиночку мне его не разыскать нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию а оттуда в полис в штаб ордена павел покажет дорогу мне интересно, это оригинальная карта метро вообще? так, кажись оторвались теперь на театральную рвем больше некуда типа в жизни она так же выглядит или как это по другому? как то иначе там что там вообще? супер все отлично а за что держаться то? ну все, приехали! угу делать нечего, дальше на своих двоих айда за мной пойдем кинку что за туннель? ни на одной карте его не видим давай тут поосторожнее рейт все же м-м-м! м-м-м-м-м-м! труба! Артём... давай сюда! так, яйца пауков клачка да иду иду и подожди а я гляну что-то что это ты смотри какой ласканчик а ну мужики тащи его на пост ага я как-то понял для чего здесь этот подъем тревога да ну ладно окей я хочу пройти-то по стелсу хорошо и у нас есть ублюдок ублюдок у него один патрон сваля остается или как-то что у тебя знаешь давай до тупика пройдемся пока мы пока не храбры то я понял свою ошибку слишком рано его вырубил да ебаный здесь значит самая лучшая идея было здесь остаться сюда они не идут потому что иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будет он что-то подозрил показалось ебать вот это фокусы конечно хорошо минус 2 хорошее нам оружие сначала то дали но потом сразу его забрали вот главное все оружие забрали а поджигательные патроны нет блять я не хочу зажигательными стрелять или о так хорошо мне идти куда а 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 и о мне о я твою мать последний раз пробую пойти поставился если не получится то и хуй с ним вот прям максимально поджимаемся черт знает что творится одного взяли а сколько их было красные диверсанты по одному и не ходят никогда проверить надо сыкатно а надо иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем что у тебя знаешь давай до тупика пройдемся пока мы храм так и всяк пожар так хорошо так окей попытка номер три собираем лут но урон у них на хардкоре действительно есть присутствует там горит лампочка при которой нас сразу видят хорошо он уезжает а что дальше не патя не больно делают и аптечек нету нихуя себе серьезно охуеть черт знает что творится одного взяли а сколько их было красные диверсанты по одному и не ходят никогда проверить надо иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будет что у тебя знаешь давай до тупика пройдемся пока мы храм так на всяк пожар и бать ублюдо конечно трясет мама не горюй так раз два туда точно мне варик короче идти до конца смены на это Дам. Дам. Да сука. Ммм, блядь. Что у нас вообще есть? Противогаза нету, дети 8 патрон. Угу. 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 Хорошо, РАД вырубаем. Два вырубаем. Забираем нычку. Выключаем свет. Или это типа вот так делается? А дальше куда и как? Что? Что? Кто? Кажется. Интересно. Эй, пацаны! Голян, Серега! Вы где там? Что? Здрасте! Голян! 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 Я понял, их отрубать не надо было. Джефф! Ага-га-га! Попробуем! Голян! Так, подожди! Огнём! А что, победили они эти, черные! Ну, само собой! Ти же вроде вообще не люди были! Угу-гум, не! Уроды, как есть! кожа чёрная глазищи без белков а еще говорят как эта тварь тебя увидит а блядь серьезно а прикинь вот и галштумфюр так сказал опозорил малый замарал бандир и либо ты ее сейчас этой шваброй мочишь либо завтра с ней на весельцу ну баба сразу езжать давай молотники пожалей люблю ну мишки то чё делать швабру сломал но уродку эту забил строгачем отделался в общем вот сбор под выговор тварь подвела ебать жестоко конечно так там у нас стоит один этот уходит те разошлись скотство все пехот попал так тап ок заметочка истошные крики фюрер много прояснилось и нападение на наши патрули и взятие меня в плен существование до 6 уже давно не тайна на метро действительно надвигается новая война право шагает это он нет еще один вот он вовремя я в армию пошел вовремя говорят опять нормы нового а то у нас группа у меня где кто а кто меня парил то и откуда вы хорошо это не должен меня запалить месяц всего месяц остался а потом ультра дадут месяц а потом уже не торчать на поста понял их типа нельзя вырубать я не в тот район дошел прям я так понимаю мне нужно туда выйти так хорошо тревогу не подняли что-то вроде живет спокойно дам сука полгода не было аж соскучился это мы уже все конечно слушали нужно еще раз пересидеть это все прослушать все понял здесь можно выйти что что а то ничего так девка была смазливая все дела но с хвостом с какими еще хвостом интересно почему натурально вроде щенячего уродка короче что мишка а мишка он чё до хвоста этого не добирался что ли прикинь лошара вот и галштур так сказал опозорил мулы замарал мундир вот тебе говорит шваба и либо ты ее сейчас этой швабой мочишь либо завтра с ней на весь лицо ну баба сразу езжать давай ой звоните пожалей люблю ну мишки то чё делать швабу сломал но уродку эту забил страничку отделался в общем вот сволочь под выговор твать подвела ебать жестоко конечно вот они все трое съебаются чекаем по заметкам да заметки не сохраняются сейчас бы закурить так ведь припрется тут же унтер а я понял откуда они мне палили все так ты сюда зайдешь или нет так ты сюда зайдешь или нет я пойду на свет если я стрельну туда разобьется это так а мне куда дальше где кто как он меня обнаружил не стреляй я сдаюсь по идее мы прошли без убийц да ебись я сдаюсь не стреляй да все 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 я наверно тебя оглушу на всякий случай ты просто поспи в том что он может тревогу поднять и секать такую атак с таким проводником как павел не пропадешь кажется он бывал и тут раньше из странности рейха его не удивляют хотя бы я знать что за задание он выполняет но поговорить как-то не получается а ведь павел похоже знал заранее даже о подготовке рейха к войне для меня это было откровением так байки о хранилище которое мы обнаружили в д6 уже расползлись по метро орден не собирается при присваивать себе эту находку но время но времени объяснять остается все меньше рейх уже готовится вцепиться в глотку ордену и отбить хранилище что же будет когда о бункере узнает красные линия и ганза вот о какой войне говорил мельник понятно межмировая война метро так здесь мы не можем проползти здесь у нас что здесь у нас ничего нету конечно мы можем пройти вот здесь только опа надо шивочка пройти уровень расставления никого не убив и не подняв тревоги вау хотя тревога могла бы подняться уже ебать фу мерзость а хотя ведь тревога то могла уже быть пашу наверняка ждет петля кто знает что было бы со мной если бы он не вытащил меня красный синий желтый какая разница он рисковал своей жизнью ради меня в метро такое случается не часто я не могу его тут бросить так супер вот он и павел красивой мордой артём блин артёмыч я знал что не бросишь меня мы же с тобой как эти как мушкетёры один за всех и все за одного я тебе по гроб жизни достань только меня отсюда а я тебя к твоим выведу в два счёта дьявол это за мной конечно идут на вешалку давай брат не подведи на тебя вся надежда на выход крыса краснопузая а это тюремная клетка что ли что уродился а при том что что мать у тебя ничего вроде нормально а братьевник уродом родился а значит что 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 либо ты тоже с уродством либо мать твоя шлюха ах ты ах ты ну давай скажи моя мать шлюха говори значит ты у нас получаешься уродом раз твоя мать уродов рожает нет 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 блин моя мать шлюх вот что и требовалось доказать его можно значит скажи маме что там красные атакуют красные тревога враг а и он против нас будет да теперь тебе крышка много ну да ладно хуй с ним раз твоя мать урода поражает нет 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 моя мать а может как то можно отвлечь или нет какие люди неужели оставил свой сундук без охраны а что ему сделается ключ то только у меня ты хоть бы рассказал что там а то секрет секрет нет да какой секрет ствол да я вас одного из полисовских рейджеров снял а на прошлой неделе завалили навороченный молоток внимание проверка постов верба есть кто живой задолбали уже пойди ответь а чё это я в тот раз ходил деловка ладно сам скажу хорошо кого из них первого вырубать хорошо кого из них первого вырубать да ладно попытка еще одна ладно сам скажу все был чекпоинт хорошо того значит на проходе не гасим ферма слушает прием да ну ё-моё ну когда то дерьмо починит а то есть его даже катить незачем ну ка адольфы закончил там не искрит а адольфы хрена лысого тут закончил а я говорил нечто воскрешнее было что в лагерь отправлять от него хоть польза тут была мало ли что урод ничего скоро нормальных электриков наберем фианзу вздрючим будут тебе и электрики и шлюхи и что хочешь и все бесплатно и круглосуточно но позже а пока вам подея на мозг гонять глянь что там дымит сам бы пошел до клёна вдоль ну халтур опять все накрылось все все самому надо так я думаю мостовых можно убрать надо по шурику его тоже вырубить пока он не спустился так окей что там у нас вообще происходит ничего такого так что тут у нас еще есть минутку там кто-то кашлят за тобой никто не наблюдает за тобой никто не наблюдает за тобой никто не наблюдает но я не думаю что его стоит вырубать кто это мужик пощади не убивай бери все все что есть только не убивай а тебя можно вырубить как-то прошу не убивай над своими же издевается подой как же я ненавижу эту жизнь люди что звери я не знаю ничего оставь меня я молчок ненавижу их всех чистокровок забирай все и оставь меня в покое не бойся человека пристрелить такого ничего не стоит понятно довольно таки жутко но понятно блять сварка на караула слыхал ты б хоть ствол достал по уставу стоишь тут как в уголок мой ствол у меня в штанах а твой в борделе остался вот он тебе поможет ствол этот когда красный за жопу возьмут юморист мать твою так хорошо здесь ничего нету так хорошо здесь ничего нету они еще есть курилки электрощиток дожди так тиран идет нам он идет к нам хорошо не отвечаю кто это? грибы какие-то не те что ли а вот нет грибов грибы на завтрак есть как бы не напали коммуняки или мутанты какие ааа хорошо я понял сюда не могу выйти на свету его нельзя вырубать ебать тут прям целая электростанция я застрял я все супер плюс еще стелс вообще шикарно здесь само собой мне стелс прям намного больше нравится полевой стульс надо арестовывать чемпионом красной линии и начинается всем гостам на рейсах по гостам на крутовой повинности дежурства рекомендуется явиться то есть у нас у или да да я Тоже на зверье. Чего мы не видели? Для тыловых крыс самое оно. Дисциплинирует очень. Ладно, хрен с ним с красноклассом. Может в козла пожарного? Ставлю патрон. В смысле в козла пожарного? Вот сейчас я прям не понял про козла. Если честно. Надо быстрее варить. Тушим свет. Хорошо. Движемся потихоньку. Мы типа в канализации сейчас ползаем? Эй, Алекс! Коробку поверь. Опять потухло все. Все шикарно. Раскочили. А сюда нам и не надо было. Так, а куда? Показалось все-таки. Ну, это память. Где он? Где же фотография? Так, значит сюда. А на что заглянуть-то? Подожди. Это еще кто? Да? Где? 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 Ебучий случай так. В метро почти никто не знал мирной жизни. Так, единая система управления станции просуществовала всего несколько лет. Все развалилось само собой, когда стало ясно, что мира больше нет. Что слухи о том, что президент и правительство не погибнет. А бежали куда-то из-за Урал. Это просто слухи, что Россия никогда не возродится из пепла. С тех пор каждый был сам за себя. Станции превратились в города, так государства. И вчерашние соседи стали непримиримыми врагами, чтобы жить в метро. Надо бороться за еду, за воду, за воздух, за каждый квадратный метр. Пригодный для обитания земли. Из 200 тысяч спавшихся в метро в судный день, сегодня живая лишь четверть. Ганза, Красная Линия и Рейх разразились, потому что были сильнее и дрались отчаяния других. Но никогда за этих кровавые 20 лет не было, чтобы воевало все метро сразу. Что если наш крошечный подземный мир ждет новая, последняя мировая война? Эту лампочку можно вырубить как-то? Нет? Ну ладно, он хоть... Где кого он увидел? Этим всем можно лежать, в принципе-то. Вставай, проклятый мать, заклиненный! Ух, весь мир, голодный ты рабов! Ай, ехать! Молевой суд над арестованным чемпионом Красной Линии начинается. Всем отданным рейхам. По постам отходовой поминции сети 2-2 рекомендуется явиться. Опа, на! Пройти уровень лагеря, никого не убив. И не поднять тревоги, супер! Две нашивки. А кто? Кто увидел-то? Или типа никто не увидел, так и должно быть. Скорее, сейчас тут такое начнется! Ебать, сирену гудят, конечно, это супер. Хуево. Так, ладно, окей, мы за воротами. Супер. Вот и закончилась вторая глава. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетёры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетёром стать как вырасту. Так, времени в обрез. Идём до театральных. А там ты в полис, а я домой на Красную Линию. Странно только, что они отстали. Да ещё и ворота закрыли. Ну всё, на этом вторая глава закончилась. Да. Ну всё. Продолжение следует...